я приветствую вас друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей в этом выпуске я постараюсь вам ответить на вопрос который часто мне задают как в социальных сетях на которые вы можете подписаться по ссылкам описании также пишут комментариях к различным видео андрей подскажи пожалуйста как начать бизнес гараже то есть что какое оборудование закупить какие заказаны сегодняшний момент наиболее популярные востребованы какие способы обработки то есть как раскрутиться в это непростое время сегодня постараюсь дать максимально сжатую информацию по этому вопросу поэтому устраивайся поудобнее мы начинаем и так в идеале чтобы определиться до какой тип оборудования вам нужен вы должны понимать какой пакет заказов вы собираетесь формировать естественно каждый сейчас скажет да нет я хочу чтобы меня был полный там снабженный там полностью бокс или гараж или какой-то цех даже до оборудованием чтобы мог выполнять любые заказы к сожалению это невозможно по одной только причине даже если вы сделаете это то это будет стоить колоссальных денег и вряд ли это затея у вас окупится поэтому вы должны примерно понимать на что вы будете нацелены это могут быть какие-то запчасти автомобильной техники каких-то механизмов да может быть у вас рядом есть какой-то автосервис и там периодически к вам обращаются с какими-то услугами вы должны проработать немножко рынок дату и заказов посмотреть что можно сделать и желательно чтобы это было наиболее массово и вы могли загрузить свое оборудование по полной а теперь давайте немножко по самим станкам если вы будете оказывать услуги то это один вопрос но все равно вам придется что-то делать с нуля и как бы изготавливать как говорится от заготовки до готового изделия поэтому вам понадобится обязательно пилоотрезной станок то есть вы можете брать какой-то прокат до его отрезать кусками до нарезать и с него уже формировать какое-то изделие какую-то изделие то есть опять же делать уже какую-то деталь пилотрезной станок берите самый такой дешевый досмотрите потому что такая тема достаточно своеобразная то есть она не будет работать у вас на всю катушку а может быть если у кого-то есть пилотрезной станок то его не вы его не покупайте а пользуйтесь лучше платите деньги нарезайте эти как говорится заготовки и к себе заводите на производство второе что необходимо в любом производстве из чего начинается изготовления любой детали вы уже наверно догадались это токарный станок естественно берете с числовым программным управлением потому что на сегодняшний день вообще универсальное оборудование это ну так сказать вид в лучшем случае в ремонтных мастерских да и вообще как бы вид такой вымирающий написать программу вообще проблем никаких я не вижу тем более есть специальный софт он есть как лицензионный так это так сказать более свободном доступе вы можете его скачать изучить и спокойно писать программы либо нанять человека если у вас будет серьезное производство можете нанять человека который будет заниматься этим вопросом опять же чипова намного лучше если у вас к примеру будут заказы там от 100 штук 1000 штук дату естественно вы же не будете вручную тащить вы будете просто ставить детальки заряжать и поехала обработка по управляющей программе это намного удобнее и лучше и так проточили вы свою деталь сейчас у вас дальше что необходимо какое оборудование соответственно обязательно будет необходимо это радиально сверлильный станок почему не вертикально сверлильный потому что радиально сверлильный станок позволяет делать сетку отверстий норпа по координатам да то есть по разметке вы можете выполнять какие-то отверстия на радиально сверлильном станке вы можете делать несколько отверстий по диаметру по каким-то различным координатам на обычном вертикально сверлильном станке такую операцию выполнить вы не сможете потому что там только перемещением вверх вниз шпинзеля с сверлом или другим каким-то осевым инструментом опять же радиальная сверлильный станок поможет не только сделать за сетку отверстий но и нарезать там резьбу с помощью какого-нибудь пометчика и так токарный станок пилоотрезной если нужен да радиально сверлили определились хорошо следующее оборудование которое будет необходимо это фрезерный станок обычный вертикально фрезерный станок поможет вам закрыть большую массу различных операций то есть это фрезеровка каких-то пазов фрезеровка лысок и других плоскостей которые будут наверняка встречаться вашем производстве на ваших деталях даже люди умудряются и резать шлицевые какие-то поверхности допустим мы прямобочный шлиц фрезами то есть делительной головкой ну фрезеруют даже люди делают и такие операции хотя для этих работ если это какое-то более менее массовое производство конечно этот станок не подойдет дальше все зависит от ваших заказов естественно если у вас поступают заказы которые требуют высокую степень точности до частоту поверхностей то вы должны обзавестись круглошлифовальным станком это может быть круглошлифовальный станок это может быть торцы круглошлифовальный торцы круглошлифовальный щипу или универсально то есть это уже комбинация такая зависимости от ваших заказов если у вас не требуется точность поверхностей то такой станок я вам покупать не рекомендую потому что в принципе в большинстве своем он просто улучшает качество шероховатости да вы может сделать немножко улучшить и точность поднять степень точности немного до или после уже термообработки но сейчас такое а токарное оборудование что она дает достаточно хорошую точность и не требует уже каких-то финишных операций доработки естественно и рекомендую основательно если у вас какой-то гараж если вас какой-то цех до какой-то бокс там на корпус то обязательно должно быть грузоподъемное оборудование так как детали которые имеют крупные большие габариты большие габариты обычно и стараются куда-то отдать на дополнительную обработку потому что не у всех к сожалению в гаражах они могут себе позволить установить какой-то монорелец какую-то крану коси ну да или кран управляемый с пола то есть кран балка так называемая да и если у вас будет такое устройство которое будет помогать устанавливать заготовку допустим на токарный станок потом ее же устанавливать на фрезерный станок примеру да то есть какая-то будет крану коси на поворотное то вы сможете расширить пакет своих заказов за счет того что вы сможете брать уже заказы такие ну габаритные дать бы габаритные детали и соответственно и стоимость таких заказов она естественно намного выше чем примеру какой-то обычный заказ на маленькую какую-то кругленькую деталь многие задут вопрос а стоит ли закупать зубо-фрезерное оборудование до для какой-то обработки скажу так коллеги большинстве случаев заказывать зубо-фрезерной операции у вас не будут если кто-то и будет заказывать какие-то шестеренки то это будут штучные заказы и если кто-то хочет это сделать то в основании обращаются на крупные предприятия также зубо-фрезерная операция потянет за собой ряд различных затрат то есть это могут быть какие-то фрезы да то есть вы не могут быть а в любом случае будут это достаточно дорогостоящий инструмент на каждую новую шестерню вам нужно будет 3 потребуется новое новое и новое и новое фреза то есть вы будете закупать тратить деньги и я в этом не вижу никакого смысла опять же потом инструмент будет тупица его нужно будет это точить опять платить деньги в общем затраты очень большие ну и опять же все зависит от вашего портфеля заказов если портфель заказов у вас достаточно крупные именно на шестеренки то ну может все купить себе какой-нибудь я рекомендую был уж надо зубо-фрезерный станок ну про зубо-шлифовальное оборудование мы с вами не говорим потому что ну это уже такая специфика то есть уже какого-то крупномасштабного производства и бизнес гараже не разобьешь с таким оборудованием но вряд ли это будет возможно и так мы определились это пила отрезной станок это токарный станок это радиально сверлильный это фрезерный и круглошлифовальный станочек если он вам конечно же понадобится по вашим заказом и точности поверхностей на изготавливаемых деталях на этом все друзья если остались вопросы пишите пожалуйста в комментариях я всегда читаю и отвечаю на все вопросы всем добра пока пока